Сегодня финиширует первый этап The Ocean Race, мировой парусной командной кругосветки, которая проводится один раз в 4 года. Лидирует команда Холсимпербе под швейцарским флагом, где шкиперам хорошо известный по Венди Глоуб Кевин Эскофьё. Его экипаж ведет быстроходный флот из пяти лодок класса Имака прямо к островам Зеленого мыса. Чтобы быть в курсе всего интересного, что интересно и мне, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. Команды проходят около 500 миль в день, а Холсимпербе в среду находилась всего в 992 милях от финишной черты первого этапа в Кабо-Верде. Второй идет команда также известного шкипера Бориса Хермана Тим Малайзия, она движется чуть восточнее и ближе всего к прямой румбовой линии маршрута. «Я думаю сегодня утром мы видели скорость лодки 33,7 узла», — сказал Уилл Харрис на борту Тим Малайзия. Французские команды Biotherm и Guide Environment Team Europe примерно на 100 миль отстают от лидеров. В спринте The Ocean Race лодки класса WoW-65 немного отстают. Команды Wind Whisper Racing Team, Mvairpary Foundation Racing Team и Team Jio борются за лидерство и сидят на хвосте четвертой и пятой лодок Имака. Здесь жизнь на борту буквально протекает в условиях пожарной команды, когда вода постоянно льется на палубу и на матросов в кокпите. Все еще находясь в Средиземном море, Viva Mexico возобновила гонку в среду утром с другим гротом после того, как его оригинальный парус был поврежден и не подлежал ремонту. Они отстают от остального флота чуть более чем на 550 миль. Ожидается, что WoW-65 прибудут в Кабоверде на день позже, в субботу, 21 января 2023 года. Празднующее 50-летие океанская гонка стартовала из Аликантии, Испания в воскресенье 15 января 2023 года и финиширует в Гену Италия, где-то в июле. За это время флот преодолеет 32 тысячи морских миль в зависимости от класса и остановится в восьми странах. Регата преодолеет и эпический отрезок Южного океана протяженностью 12 тысяч 750 морских миль от Кейптауна ЮАР до Этажа и Бразилия, который займет около месяца.